я в том перекрестке не на работе я был убил бы там нахуй и второго тоже которых стоит блять под пёздывает самый крутой что ли блять с камеры нахуй жирное чудовище блять пацан вообще красавчик как бы уважение блять к нему вообще ебейше а вот блять тот инициатор блять провокаторы вот этот хуй с камерой блять обоим бы ебальники поломал нахуй и все к те все комментаторы со мной согласятся если это слушает это голосовое сообщение чмо которая снимала блять напиши мне нахуй в личку я тебя убьют блять при встрече понимаешь долбоёб я как понимаю ты главный герой этого видео блять который может только на бать пиздеть и выёбываться блять нахуй я тебе отвечаю если вы вот этот пацан его если вы не держали блять он бы тебя бы нахуй перевернула убил бы тоже блять на моем месте просто ты не понимаешь нахуй того у тебя в мозгу твоя последняя извилина думаю что по неправильно сделали что зашли на выёбывались блять типа нахуй провоцировать человека так еще и на бабу блять кидаться но это вообще не дело понимаешь просто ты просто наверно ебаный зверь какой-то и ну нахуй ты вообще мне такое пишешь блять я высказал свое мнение по этому поводу и тебя это абсолютно никак ебать не должно те кому кого-то что-то не нравится блять ну в личку мне напиши и там пообщайся нахуя ты сейчас будешь со мной общаться через комментарии блять ты просто сейчас делаешь все на публику чтобы высмеять меня на самом деле ты просто ебаное ничтожество и ничего ты не добился в этой жизни кроме как сидеть с дивана и что-то мне высирать здесь дима да тебя зовут это неважно я понял если ты хочешь скажем так остаться неизвестным ради бога можно называть как угодно себя я просто к тому чтобы как тебе обращаться ну смотри так и еще раз не услышал цыган цыган муж ко мне обращаться ой блять слишком сложно давай я по ходу разговора пойму как тебе обращаться смотри я случайно попал на эту группу мне скинули ссылочку перешел и как бы дошел в прочтении комментариев до твоих скажем так смелых угроз мне стало просто интересно что там у тебя в голове и связи с чем ты решил так сказать повыступать в чем твоя смелость задание вопрос интересно что что я пропадаешь как будто есть микрофон ну да у тебя тоже бывает звук пропадает у нас есть возможность как-то я не знаю может другой мессенджер по ватсапу может быть лучше будет пообщаться или как или по телефону я давай так и оставим сейчас просто не будем перебивать друг друга я думаю что так мы с тобой сможем нормально понять понял смотри давай я тебе задам вопросы ты их будешь отвечать не будешь отвечать на твое усмотрение потом ты задашь мне вопросы я буду отвечать чтобы получился какой-то диалог правильно вот соответственно я его нарежу и выложу в социальные сети потому что я думаю что будет интересно людям послушать потому что те вопросы которые будешь ты мне задавать скорее всего мне хотели бы их задать и другие люди и услышать какой-то ответ правильно это по-любому секунду подожди на работе сижу как бы хорошо давай подожду буквально несколько минут ну смотри давай вот я понял что тебе мало лет скажем так ты наверное примерно того же возраста возраста как и тот молодой человек который ну решил так сказать показать свой раз подожди секунду подожди сейчас опять клиенты алё ну ты прям пропал куда-то этот я понял это комнаты на работе поэтому как бы я тебя отвлекаю смотри если ты ну не можешь сейчас говорить так мы можем с тобой перенести разговор я тебе сразу говорю что я разговор записываю это также может разговор записывать я ну ты понял что я хочу ну скажем так побеседовать с человеком который представляет определенную сторону тех негативщиков которые пишут комментарии против меня но судя по тому как ты достаточно жестко написал я так понимаю ты явный противник моей деятельности правильно нет я не про то не как бы за искать просрочку но как бы против действий которые происходили на этом видео понятно хорошо такой тебе вопрос как ты считаешь я вообще чем занимаюсь вот то что и пресс происходит в магазине что я делаю но слушай вот тебе самому не смешно говорить о том что я ищу просрочку это знаешь ищет собака ты считаешь я прихожу в магазин чтобы что-то искать ты настолько примитивно это дума рассуждаешь нет просто я отталкиваюсь от того как написали как бы под постом не понятно как написали это понятно сам то ты что думаешь что я конкретно делаю потому что мы в итоге обсуждаем мой ролик правильно то что вы увидели своими глазами так все таки я блогер да либо я там правозащитник либо я там еще кто то что я конкретно делаю что я вам показал для чего я это сделал вот свое видение есть какой-то если мое мнение то на видео я лично увидел конфликтную ситуацию которая была создана практически ну я не видел полный ролик вот именно из этого отрезка конфликтная ситуация не из-за чего получилось да вот смотри я буду тебя димой называть потому что у меня дима высветился смотри дим вот в том-то и проблема что люди начинают давать комментарии и свои оценочные суждения не на основании своего личного мнения не на основании того что они увидели своими глазами а на основании чего-то высера понимаешь вот кто-то почитал комментарий какое-то мнение свое добавил и понеслось 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 все начали срать 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 А кто-нибудь из вас вообще Посмотри ролик сначала и до конца Почему возник конфликт Как он произошел Кто его спровоцировал В плане ролик В плане ролик который был залит на ютуб Или что я просто не шарю за твой канал Я вообще Я увидел именно этот отрезок И именно меня взбесило Вот это поведение Ну я тебе советую естественно Прежде чем делать какие-то заключения Тем более такие которые ты там Ну такие достаточно громкие Ты все таки посмотри полностью видеоролики Прими решение на основании Того что произошло Вот давай я тебе задам простой вопрос Как ты будешь реагировать Если Тебя кто-то ударит Ударю в ответ Начну защищаться получается Согласен А теперь такая ситуация Все то же самое Но это делает Женщина Ну во первых я не стану ее бить Я либо попытаюсь словами решить Либо как-то попытаюсь уйти от нее Но ни в коем случае Никаких прикосновений То есть ты будешь от нее убегать Ну грубо говоря Да Я может быть попрошу Чтобы ее кто-то поддержал Но я не стану ее сам Дрогать руками Применять какие-то физические воздействия К ней Ну то есть ты терпила Максимум что я сделаю Ты терпила Правильно Максимум что я сделаю Нет Ну тебя бьют А ты терпишь Так я даже не договорил до конца Ну давай я слушаю Максимум что я сделаю Это Лопну как-либо Но так Чтобы никаких Как бы Этих Последствий не было Хорошо Ты на том видео Видел какие-то Последствия Для женщины С моей стороны Я кого-то ударил Ну по руке удар Видно такой Хороший был Блядь Ну так Если ты внимательно Я просто не знаю Какую нарезку Какой ты ролик смотрел То это Девушка Так называемая В кавычках После того как Якобы Я ее ударил Продолжила Той болезненной рукой Дальше смотреть Свой телефон Она даже не заметила Да ей неприятно Было сам факт Что я оттолкнул Ее руку От моего имущества Моего оборудования Чтоб она Не лапала Условно говоря Экран Точнее даже не экран А объектив Видеокамеры Потому что Накануне Точно такая же Девочка В кавычках Мне чуть не сломало Имущество Которое Стоит Больше 100 тысяч Поэтому У меня Абсолютно Были Основания Для того Чтобы Оттолкнуть Ее руку Я мог это Сделать Достаточно Жестко Сделать 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 Так Чтобы У нее Не было Желания Продолжить Эти действия В дальнейшем Чтобы Не было Желания Набрасываться С меня С кулаками На меня С кулаками Либо Царапать Мне глаза Выцарапать И тому подобное Это нормальная Защитная реакция Любого человека И здесь Не имеет значения Кто перед тобой Девушка Не девушка Я имею Право На защиту Скажи мне Имею Или нет Конечно Как ты считаешь Как бы посмотрелась Ситуация Если бы Она начала Меня Ну я буду Выражаться Пиздить Да А я как бы Последнее Сыкло Как последнее Терпило Начал бы Убегать И кричал бы Помогите Помогите Не бейте Меня Не бейте Ну ты мне сейчас Рассказываешь Как бы ты сделал Понимаешь Вот ты бы сделал Именно так Как Чмо Обрыганное Правильно Ну а нахуй Ты сейчас переходишь На личности Какие-то там Чмо Обрыганное И так далее Я же сейчас спокойно И адекватно С тобой общаюсь Так я аж не говорю Что ты чмо Обрыганное Я говорю Как чмо Обрыганное Для меня Человек Который Послушай Ну давай Я закончу мысль Чтоб ты как бы Не обижался Это не в твой адрес Я поэтому У тебя и спрашиваю Чтобы понять Как ты себя Будешь вести Вот с моей точки зрения Да Вот ты позволил себе Жестко Достаточно В адрес высказывать Там убьют Тому подобное Понимаешь Вот по мне Вот эти вот чмо Обрыганное Которые кричат Что да я Герой Понимаешь На самом деле Никогда со мной Не встретится Никогда мне в лицо Не плюнут Потому что Я с такими Ну Героями Общался уже Неоднократно Поверь мне Ты не первый человек И не последний человек Который будет Мне сейчас Вот это все втирать Вы на самом деле Самые главные Трусы Потому что Вы кроме писать Комментариев Ничего не умеете Потому что Я знаю Ты со мной Не захочешь Встречаться Не захочешь Почему Давай встретимся В пятницу Где На Ленинском районе Чуть попозже Ну Уже завтра Скорее всего Я тебе скину улицу Где мы с тобой Встретимся Давай сделаем так Я буду ходить В этот магазин До того момента Пока Скажем так Руководство этого магазина Официально Под видеозапись Мне не принесет извинения В том числе За то что я был вынужден Значит Применить где-то силу Где-то там Перцовый баллончик И так далее Подходи В любой момент Перцовый баллончик Вот этого я даже не знал Ну Видимо Ты не владеешь ситуацией Я говорю Какой-то тебе кусочек Показали И начали обсирать Потому что Понятно Что эти посты Делают определенные товарищи Которые хотят Меня возможно засрать И тому подобное Посмотри Два этих ролика Которые были Вот сегодня будет Третий ролик Сегодня мы также были В магазине Завтра Послезавтра И так далее И мы будем в этот магазин Приходить все время Пока я еще раз говорю Они не принесут Передо мной Официальное Извинение На видеозапись Вот подходи туда И мы с тобой Нормально пообщаемся Ну я говорю Нормально пообщаемся Я имею ввиду Что никаких там Драк Угроз Ничего такого Я не подразумеваю Мне нахер это не надо То есть Если у тебя есть желание Со мной подраться И тебе сразу говорю Я не Не человек Который дерется Ну если потребуется Мне там себя защищать Я соответственно Буду это делать До последнего Как говорится Либо ты Либо я Как бы Ну если такое желание будет То есть у меня желание Драться нету ни с кем Я достаточно могу Нормально словами объяснить Понимаешь У меня У любого человека Я буду рассуждать На таком же языке Как ты мне сейчас У каждого человека Есть какая-либо агрессия Какая-либо вспыльчивость В определенной ситуации То есть То же самое Ситуация Вот с тем Что я там буду уходить Я говорю Все вот это Вот оно может Происходить в таком моменте То что Ты не поймешь Что произошло То есть Если мне придется Защищать от какой-нибудь Наркоманки Блять Ну конечно Я применюсь его Все зависит от ситуации Понимаешь Я не собираюсь Ни с кем драться Просто меня Вспесил тут факт То что Молодой пацан Начал заступаться И еще там Началась какая-то Потасовка Вот Поэтому я поддержал Сторону пацана Учитывая то Что я посмотрел Как бы неполный ролик Я посмотрел Только вот этот отрывок Вот негативный Если хочешь Я понял Дим Давай я тебе просто Сброшу ссылку Чтобы тебе долго не искать Ты посмотришь полностью ролик До Этого момента То есть накануне Когда я применил Баллончик газовый И посмотришь уже Полный ролик С этим парнем Вот Я думаю Ты сделаешь совсем другой вывод И на самом деле Поверь мне Если бы там драка началась Парень реально здоровее меня Как бы тут вопросов быть не может Он физически крепче меня Ну просто Это от природы Как бы Ему Извини за выражение 20 лет А мне По 50 Понимаешь Разница по-моему Очень большая Но дело в том Что я понимая Свои вот эти Слабые моменты Я бы же использовал Какие-то другие моменты И поверь мне Это не стоит того Чтобы кому-то сесть в тюрьму А кому-то отправиться На тот свет Логично же Из-за баб Не стоит этого делать Тем более Скорее Вот этих вот Оленей на букву А Стравить между собой Чтобы они Боевыми стали И рогами друг друга Бодали Они как бы Будут от этого Получать только удовольствие Просто люди Вот эти Скажем так Маловозрастные Они не понимают Простых вещей Что нужно Прежде чем Лезть за кого-то Впрягаться Нужно разобраться В ситуации А в той ситуации Абсолютно не было Никакого основания Чтобы этот Молодой человек Ни с того ни с сего Брал меня за шкварник Да Ну За грудки Или как это правильно сказать И начинал мне говорить Что я тебя сейчас Опрокину То есть Он это сделал С человеком У которого В руке Камера Который Как бы Ну не представляет В принципе Никакую угрозу Ни для кого В принципе Ни для кого Конечно Я положил Камеру В сторонку И начал с ним Беседу вести Понимаешь Есть такая поговорка Взял нож Точнее Достал нож Режь Сейчас Подожди секунду 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 Я тут Продолжай На чем я остановился Достал нож Да Есть такая поговорка Достал нож Если достал нож Режь Понимаешь То есть Если человек Уже Вступился В это дело Почему Он не продолжил Дальше Со мной Выяснять Отношения Потому что Его начали Останавливать Точно так же Как и тебя Ты думаешь Если бы он Захотел продолжить Его кто-то Бы остановил Да Тебе не показалось Что парнишка Просто Ну Понял Что он сделал Глупость И отступил Нет Просто Мне про этого Парнишку Рассказали Как бы Я понимаю Что у каждого Разное воспитание Но он занимался Как бы Тем более В секциях И я сам Как бы Занимался Спортом И поэтому Я просто знаю Что если ситуация Прям Очень сильно Накаленная Тогда надо Но там Ситуация Она была Не настолько Прям Как бы сказать Вот прям Вот надо Вот прям надо Там не такая Ситуация Была Там была Более-менее То есть Там была Плохая Обстановка Да Негативная Но И драться Там Не было То есть Я противоречу Сейчас своим же словам То что я написал В комментарии Но я говорю По факту Зачем он вообще Это сделал С твоей точки зрения Зачем он вообще Влез в эту ситуацию Заступился За женщину Чем именно Он заступился Что он Предотвратил Ну Как минимум Агрессию В ее сторону В чем Выражалась Эта агрессия В словах Например Какие слова Конкретно Какие слова Были агрессивны Для того Чтобы применять Физическую силу Ну Как минимум Повышение То она Угроза То что Ну На самом деле Так подумать Ну какая Баба на СО Ну Такой вопрос Что какая Баба на СО Ну просто Там видео Четко слышно Я тебя На СО Захотел Ну Какая Баба толк На СО Давай так Подумаем Ну Давай я тебе Расскажу Там суть В чем конфликта Была Потому что Я так понял Тебе просто Тупо вырезали И исказили Всю суть Вот эта женщина Работник магазина Вместо того Чтобы решать Ситуацию По Выявленной Просрочке Начала Провоцировать А предлагать Нам поехать На СВО Вот нам Предлагать То есть Баба эта Предлагает нам Поехать на СВО И хича с тем Что ее муж Был на СВО И вернулся Вот По большому счету Ее не ебет Кто Куда И чего Делает И чем Занимается Если она Отправила Своего мужа На СВО Это ее личное дело Повезло Что он вернулся Живой И невредимый Вот пускай Радуется Если ей Похуй на мужа Она может Ну его и второй Третий Десятый раз Направить Ну до момента Пока не вернется Это ее личная жизнь И меня посылать Либо моего Там Другого Коллегу Не надо Это не ее дело Кто Чем Занимается Так вот Ее дело было Заниматься просрочкой А не снимать Меня на телефон И тому подобное Почему ее дело Было заниматься просрочкой Если Ну я сам работал Как бы в продуктовом магазине Я знаю Как это изнутри Все устроено Просрочкой Занимаются Определенные люди То есть У каждого Своя задача И именно Она Не обязана была Заниматься просрочкой Я как понимаю Ну полный видик Я не видел Конечно Но Как понимаю Она просто стояла На кассе Или что Или за какую роль Она вообще отвечала В этом магазине Что она делала В тот момент Когда вы к ней подошли Я понял Я понял твой вопрос Смотри Я такой человек Который никогда Не разговариваю С теми людьми Которые ничего Не решают Естественно Мы приглашаем Сразу руководителя Магазина Директора Там и кому угодно Ну Если ты посмотришь ролики Ты поймешь Что они просто От нас убегают Я имею ввиду Директор убегает В частности Этого магазина При этом Приходится Отдуваться Замом В данном случае Это зам Зам директора Администратор Назовем как угодно Короче Это самый главный человек Который отвечает За деятельность Его магазина Не за свою Конкретную деятельность А за тухлость Товара И тому подобное То есть Он должен Урегулировать Все претензии С покупателями Это ее Прямая функция Так вот Она должна была Сгладить Извиниться Сказать Что исправимся И пожелать нам Хорошего настроения И всего хорошего Но вместо этого Она начала Заниматься тем Что она начала Провоцировать А именно Посылать нас На СВО Распускать руки Игнорировать И так далее Вместо того Чтобы Ну Выполнять действия Необходимые Ее как руководителя Она достала Демонстративно Начала нас снимать На свой телефон Я говорю Прежде чем Делать какие-то выводы Почему Так или иначе Произошло Нужно посмотреть А почему Это произошло Потому что Если ты Обратишь внимание Там внизу Идет надпись Непрерывная Видеозапись Для чего Это сделано Чтоб человек Мог отмотать До начала И прям С самого начала Это все Просмотреть И сделать Для себя Вывод Для чего Я специально Не монтировал Вот этот участок Для того Чтобы у людей Была возможность Дать свою оценку Оценить То что Что произошло А это можно Только Своими глазами Сделать А не Вырезки В этих пабликах Пытаться Там что-то сделать Вот как раз Сделан был Монтаж Взяли Только конкретную Драку Конкретные Вот эти вот Потасовки Конкретные Вот эти действия А что этому Способствовало Вырезали Так вот Я тебе отвечу Так С моей стороны Не было Абсолютно Ничего Такого Чтобы Мне хватать За грудки Чтобы Мне хамить Со стороны Работника Магазина Абсолютно Ничего Все что я делал Это была Исключительно Ответная Реакция Хорошо Ну это была Защитная Реакция Для чего Было Продолжение Вот этого Конфликта Если можно Было бы Пройти в тот День Когда Именно Директор Магазина Был бы На смене Дима Ты на раме Не услышал Давай Я тебе Расскажу Мы Приходим Туда Уже Не первый День Более Того Мы Первый Раз Когда Туда Пришли Мы За два Дня Вышестоящему Руководству Сообщили Что мы Придем Проверять Просрочку То есть Руководство Этого Магазина За два Дня Знало О том Что мы Придем Выявлять Просрочку Они Подготовились К этому Они Убрали Просрочку Но Мы Все Равно Ее Нашли Мы Нашли Замечания И Их Предъявили Соответственно Они Не Выдержали У них Нервы Они Понимали Что Сейчас Их Накажут Вышестоящие Руководство По согласованию С которым Мы Пришли В магазин Их Накажут Потому Что Они Не Справились С Своими Обязанностями Они Не Подготовили Магазин Им Дали Фору Два Дня Вылезать В магазин Они Этого Не Сделали У них Сорвались Нервы Они Начали Нас Изначально Провоцировать Как только Мы Зашли Вообще На пустом Месте Посмотришь Первый ролик И ты поймешь Охранник Начал Факью Показывать Начал Запрещать Видеосъемку И Продолжалось Это хамство Толкнул Меня Тележкой И так Дали Естественно Я Это все Проглатывал Но Потом Получили То Что получили Потому Что Заместитель Директора Ударила Мне По камере Попыталась Выбить Вырвала У меня Микрофон Который У меня Радио Петличка Попыталась Меня Ударить Но Это На видео Зафиксировано Охранники Начали Применять Силу Ну То есть Начали Бить Ну Слава Богу Не Попали Вот Прежде Чем Делать Выводы Нужно Посмотреть Видео Это Первый Момент А Сегодня Мы Пришли Уже Будет Немножко Лайтово Ну Почему Лайтово Потому Что Я Сделал Фотографию Разместил У себя Вконтакте И Перекресток Мне На моей Странице Написал Комментарий О том Что Мы Все Разбираемся Так Они Шелковые Вышли Понимаешь Шелковые И Ты Посмотришь Третью Серию Совсем По другому Разговор Начал С Их С Их Их Понимаешь Что Ты Неправ Ладно Хорошо Предположим Ну Так Как Я Не В Курсе Всех Событий Предположим Что Все Что Ты Выше Сказал Оно На самом Деле Так И Есть Хорошо Зачем Надо Было Провоцировать Парня Когда Вас Уже Отцепили Друг от друга То есть Ты Продолжал Его Провоцировать Выводить На некую Драку На эмоции Сделал Все правильно Да Тебе Сказать Почему Сказать Почему Отвечаю Да Потому Что Желающих Со мной Поговорить Очень Много Понимаешь Ну Как Не крути Я Публичная Личность Стал Блогером Можно Называть Как Угодно Очень Многие Желающие Хотят Мне Там Что Доказать Объяснить Рассказать Поверь Мне Каждую Тварь Каждую Мразь Которая На меня Хотя Бы Посягнет Хоть Как То Я Буду Давить На Корню Уничтожать Этого Мальчика Спасло Только Одно То Что Он Мальчик Он Ребенок Еще И Он Не Понимает Что Творит Он Меня Ушатал Уработал Послушай Меня Он Ушатал Он Сильнее Меня Да Но Вопрос Здесь Не В этом А В том Какие Будут Последствия Я Еще Раз Говорю Я Хожу По Городу Мурманску В Открытую Мне Бояться Нечего Я Ни Ментов Не Боюсь Ни Вас Не Боюсь Ваших Угрожалок И Тому Подобное Вот Многие Стыдно Это Мое Мнение Мои Взгляды Если Потребуется Его Защищать С кулаками Я Буду С кулаками Защищать Но Я Еще раз Повторюсь Я Не Боец Я Не Шаулинец Я Не Собираюсь Ни С кем Устраивать Спарринги И тому Подобное Я Просто Буду Себя Защищать Всеми Доступными Мне Способами И Первая Моя Цель Будет Уничтожить Эту Гниду Понимаешь В целях Самосохранения Естественно Я Почувствую Что Я Выхожу Из этой Ситуации До конца Убивать Не буду Но Исходя Из того Что я Слабее Того Оппонента Который Стоит Напротив Меня Я Вынужден Себя Защищать Такими Жесткими Способами Вынужден Понимаешь Я Неумышленно Буду Травмировать Человек Послушай Я неумышленно Буду Травмировать Человека Только В целях Чтобы Остаться Живым И Непокалеченным Мальчику Антону Попытался Это Донести И он Меня Понял Поэтому Его И Начало Трясти Потому Что Когда Он На Меня Бычил Когда Он Меня Схватил Когда Он Пытался Лбом Что Угрожать Все Остальное Опрокинуть И Подобное Я Ему В лицо Смотрел И Смеялся И Он Просто Обоссался Да Он Спортсмен Да Он Там Чем То Занимается Но Я Еще раз Повторяю Я Хожу По Городу Мне Не Страшно Хочет Может Антон Прийти Ради Бога Продолжит Со мной Дальше Разговаривать О чем То Если Ему Было Недостаточно Моего Разговора Я Еще раз Говорю Я В этом Магазине Буду Периодически Появляться Ради Бога Кто Хочет Мне Подловить Подлавливайте Я Нигде Не Скрываюсь Я Ответил Надеюсь Тебе И Другим Людям На Тот Вопрос Что Я Борец С бабами И тому Подобное Мужики Есть Если Там Какие Ради Бога Приходите Говорите Со мной Но Я Еще раз Предупреждаю Я С Быдлом Не Разговариваю То Есть Ты Сейчас Открыто Как Сказать Заявляешь О Том Что Это Провокация Была Вынуждена И Что Ты Не Мог Закрыть Твой Рот Вовремя Правильно Именно Так Оно Есть Правильно Ты Молодец Ты Прям Зерно Поймал Конечно Именно Так А Почему Ты Не Мог Закрыть Твой Рот Потому Что Видно Что Он Один Он Вроде Как И Здравый По Видео Но Просто Вас Двое Это Во-первых А Во-вторых Твой Парень Конечно Будет Стоять Трестись Но Он Будет Оставивать Свою Точку Зрения А Здесь Он Испугался Дим Я тебе Открою Секрет Не знаю Выложу Я его Или Нет Я тебе Открою Секрет Мы Мы Старые Пердуны По Большому Счету Вот Этот Человек Который Стоит Который У меня На Видео По Большому Счету Он Просто Большой Человек И Во мне Вот Послушай Я тебе Просто Говорю Что Он Не Представляет Вообще Никакой Угрозы Ни Я Не Представляю Никакой Угрозы Физической И Ни Он Никто Дело Не в этом Пойми Не в этом Дело Он Просто Для Вид Да Даже Не для Видов Мы С ним Я Оператор Он Ну Скажем Так Ведущий Данного События Которое Происходит Повторюсь Я Должен Это Делать Я Публичная Личность Меня Снимают На Камеры Другие Люди В том Числе Работники Этого Магазина В том Числе На Внутренней Камеры Этого Магазина Меня Снимают Я Должен Себя Вести Таким Образом Чтобы Мне Не Стыдно Было За Свои Поступки И Здесь В этой Ситуации Должен Будь Победитель И Побежденный Ты Должен Это Понимать Если Произошла Агрессия Если Произошел Конфликт Должен Быть Побежденный И Победитель Я Себя Считаю И Буду Седать Делать Так Чтобы Я Был Победителем Других Вариантов Будь Не Можем А Если В Один Момент Твой Победитель Переломится Что Ты Будешь Делать Мне Интересно Лично Для Себя Узнать Как Понять Переломится Поясни Я Не Понял Ну Смотри Предположим Ты Придешь Еще Раз В Этот Магазин Подождет Тебя Какие Нибудь Другие Парни Я В Общем Беру Ситуацию Что Такое Может Презойти Я Просто Драться Не Собираюсь Я Просто В Пятницу Если Буду Свободен И Мы С тобой Поговорим Адекватно Как Человек С Человек А Как Как Зверь Со Зверем Представим Такую Ситуацию Ты Придешь В этот Магазин И Потом Когда Ты Уйдешь Оттуда Тебя Где Нибудь За Углом Подождет Пару Человек И Тебя Извини За Выражение От Пиздит До Полусмерти Что Ты Будешь Делать Ну Я Это Не Буду Говорить Под Аудиозапись Я Буду Делать Поверь Во Первых Не Я Не Записываю Ничего Ты Можешь Выключить Мне Просто Чисто Для Себя Узнать Я Тебе Давай Отвечу Косвенно Ну Ты Поймешь Я Буду Себя Защищать Я Тебя По-моему Раньше Ответил Что Как Не Фак Что Кто Останется Жив Как Ты Горишь Когда Меня Изобьют До Полусмерти Не Фак Что Это Полусмерть Наступит Именно У Меня Не Фак Что Из Тех Которые Двое Меня Подождут И Попытаются Избить Что Они Останутся Скажем Так В Живых Я Просто Тебе Говорю То Что Я Вынужден Буду Себя Зачищать Я Не Собираюсь Ни С кем Спарринговаться Там Проверять Дыхалку И Тому Подобное Понимаешь Иногда Достаточно Одной Дырки В голове Просто Достаточно По моему Очевидно Любой Человек Должен Себя Защищать Если Есть Угроза Жизни И Здоровью То Соответственно Любой Человек Имеет Право На Самозащиту Любой Человек Я Сначала Буду Себя Защищать А потом Мы Будем Разбираться Превысил Я Пределы Самообороны Не Превысил Пределы Самообороны Это Уже Другой Момент Я Имею Право Ходить По своему Городу Не Скрываясь Ничего Не Опасаясь Я Не Делаю Ничего Такого За Что Как ты Горишь Меня Какие-то Два Ублюдка Захотят Где-то Встретить Где-то За углом Чтобы Меня Избить До Полусмерти Они Что Такие Трусливые Что А что Они Не Могут Напрямую Ко Мне Подойти Что-то Объяснить Спросить За Слова Так Сказать Нет Я Любая Ситуация Может Произойти Может Кирпич На голову Упасть И град Может Пойти Понимаешь Все Что Угодно Может В нашей Жизни Быть Это Понятно Но Если Этого Бояться То Зачем В лес Ходить Если Волков Бояться Я Занимаюсь Этой Деятельностью Я Прекрасно Понимаю Что Я Не Могу Быть В Принципе Всем Угоден Всем Нравится Очень Много Людей Особенно Работники Магазина Подожди Подожди Секундочку Я Слушаю Ну Понятно Просто Надолго Пропадаешь Ну Горой Если Хочешь Задай Мне Какой Вопрос Я Возможно Отвечу Ну Я В принципе Все Вопросы Меня Интересующие Я Задал Просто С Чего Вообще Ну Почему Действительно Нельзя Было Остановиться В определенный Момент Зачем Надо Было Продолжать Конфликт Вот Я Конечно Отвечу Меня Вопрос На Тебе Еще Раз Ну Давай Еще Раз Я Поздаюсь То же Самое Сказать Ну Коротко Значит Я Должен Быть Победителем В той Ситуации Это Первый Момент Второй Момент Я Всегда Им Являюсь Понимаешь Вот Есть Аксиома Это Это Так Любой Кто На Меня Будет Поднимать Руку Голос И тому Подобное Будет Моим Врагом Тогда Почему Ты Поднимаешь Голос На Других Людей Защищайтесь Защищайтесь Так Они Тоже Защищаются По сути Тогда Так Я Ничего Не Говорю Защищайтесь Но При этом Смотрите Ситуацию Почему Я Поднял Голос Почему Я Сделал То 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 Как Говорится Что Первее Яйцо Либо Курица Я Никогда Сразу Не Поднимаю Голос Ни с того Ни всего Вот И весь Ответ Просто Понимаешь Люди Иногда Добро Вежливость И тому Подобное Расценивают Как Слабость Поэтому Когда Я С человеком Разговариваю Нормально А он Почему То В ответ Начинает Хамить Либо Игнорировать Либо Ну Как То Себя Вести Странно Так Как Мне Не Нравится Я Естественно Чтобы Не Быть Слабым В Его Глазах Показываю Силу Показываю Агрессию Даю Ему Понять Кто Перед Ним Что Он Попутал Что Он Мою Вежливость И Корректность Воспринял За Слабость Я Ему Даю Понять Я Не Слабый Вот И Все Ты же Прекрасно Понимаешь Что Агрессия Тоже Карается Так Естественно Понимаю Поэтому Я иду На это В открытую Я же Ничего Не Говорю Ради Бога Хочешь Против Меня Выступать Выступай Я же Парню Прямо Говорю Ну Раз У нас Пошла Такая Ситуация Ну Я Ради Бога Ты Можешь Меня Попытаться Ударить Но Только Ты Должен Оценивать Последующие Последствия Которые Могут Быть Для Меня Для Него Для Кого Угодно Человек Должен Включать Мозг Прежде Чем Думать Своим Сперматозоидом Он Должен Мозгами Думать У Этого Парня Хватило Ума Не Сделать То Что Могло Бы Привести К Необратимым Последствиям Для Него Для Меня Там Еще Для Кого Но Он Был Более Скажем Так Героем Если Был Просто Подошел И Начал Б Хотя Бо Со Слов Сказать Что Не Надо Разговаривать Вот Так То С Человеком Я Считаю Там То 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 По Крайней Мере Я Был Смог Ему Парировать Именно На Уровне Разговора Да Я Был Попытался Морально Сломать На Разговоре Но По крайней Мере У нас Не Было Бы Стычки Потому Что У меня Другого Пути Не Было Как Отвечать Ему На Физику Физикой Но Если Человек Хватает За Грудки И Начинает Говорить О Что Я Опрокину Там Другой Вопрос Там Уже Не до Видеосъемки Я Камеру Сразу Отставил Там Вопрос О том Чтобы Он Тебя В Первую Секунду Не Вырубил Потому Что Если Он Не Сможет Этого Сделать Пизда Ему Я Тебе Прямым Текстом Скажу Блять Понимаешь Это Или Нет И Мне Похуй Какой Здоровый И Как Он Накачен Мне Похуй В Каком Плане Пизда В Прямом Пизда Ты думаешь Я Не Буду Защищаться Ты Думаешь Если Он Меня Будет Бить Я Буду Стоять И Блять Уклоняться От Этого Я Найду Подручные Средства Чтобы Его Отправить Куда Там Полежать Отдохнуть Может К Своим Прадедам И Тому Подобное Вокруг То есть Ты Сейчас Открыто Говорит Что Ты Его Убьешь Я Не Говорю Что Я Буду Себя Защищать Есть Подручные Средства Есть Бутылка С прилавка И Тому Подобное Люди Должны Понимать Когда Они Вступают В конфликтную Ситуацию В частности Со мной Кто Захочет Подраться И Тому Подобное На Камеру Тут Пишут Допустим Да я Готов Тебе На Камеру Ебало Разбить Понимаешь Вот Я Такой Смелый Да Эта Сука Даже Не Придет Ну Если Придет Ради Бога Пусть Попробуют Обязательно Увидимся А Обязательно Но без Проблем Без проблем Без проблем Понимаешь Никаких Угроз Я тебе Просто Говорю Что Мы Увидимся С тобой Я Тебе Тоже Никаких Угроз Не Говорю Я Тебе Просто Объясняю Свою Философию Мне Бояться Нечего Поверь Мне Я Блять Уже Пожил Достаточно Много Мне В принципе Бояться Нечего Чего Мне Бояться Это Вам Надо Бояться Молодежи Не за Что На тот Свет Отправиться Никто Не хочет Понимаешь Это Не Угроза Я Просто Рисую Ситуацию О том Что В любой Ситуации Может Произойти Такой Несчастный Случай Когда Человек Не Рассчитает Силу Удара И тому Подобное Ну Бутылкой Так Возьмет Ударит По черепу Башки Что Сломает Череп Понимаешь Но Другого Пути У меня Не Будет Понимаешь Если Я Буду Себя Защищать Я Буду Себя Защищать На Уровне Чтобы Остаться Живым Потому Что Я Понимаю Что Любая Драка С Человеком Который Изначально Сильнее Меня И Который Изначально Планирует Меня Избить До Полусмерти Создает Для меня Определенную Угрозу Я Соответственно Должен Буду Действовать Таким Образом Чтобы Этого Не Произошло Да Я Могу При Этом Кого Убить Я Этого Не И И И И И И Но Поверь Мне Лучше Будет Так Чем Будет По Другому В общем Я Услышал Твою Точку Зрения У Меня Будет К тебе Просьба Такая Я Тебе Повторю Еще раз Я В пятницу Когда Приду Но Говорю Сейчас У Мне Будет Просьба Такая Пожалуйста Не Повышай Тон Ни На Кого Постарайся Адекватно Объяснить Если На тебя Человек Лезет То Не Надо Ступать Попробуй Оттолкнуть Попробуй Другого Надо Для Чего Просто Понимаю Что Сейчас Мы С тобой Общаемся Если Бо Было Вот Этой Хуйни Извини За Выражение То Тогда Мы С тобой Не Общались Я Бо Тебя Даже Не Знал Смотри Я Понял Дим Ты Поймал Некий Хайп Негативный Конечно У Мне До Хуя Этого Хайпа Если Ты Смотрел И Смотрел Бы Другие Мои Видеоролики Хайпом Я Побывал В Определенных Местах Понимаешь Поверь Мне Это Далеко Не Тот Хайп Который Для Меня Серьезный Если Посмотри Все Мои Ролики Я В Судах Участвую И так Далее Как Представитель Как Защитник И Как Кто Угодно Понимаешь Хайпа Я Там Тоже Немало Ловлю И С Ментами И Судьями И Далее Магазин Это Просто Так Получилось Вот Последние Два Моих Ролика На Эту Тему Было Снято Вот Сегодня Третий Ролик Будет Дим То Что Касается То Что Ты Мне Попросил Я Понимаю Что Кому То Может Не Нравится Моя Манера Разговора Моя Эмоциональность Мой Тон Но Я По Другому Не Могу Разговаривать И Самое Интересное Я В общем Хорошо Я Услышал Тебя В пятницу Мы С тобой Еще Раз Переговорим Но Уже Это Будет В жизни Понятнее Хорошо Удачи Всего Хорошего До Свидания Ролик Сейчас Смонтирую Там Где Наши Паузы Выложу Там Как Скину Ну Давай Удачи Давай